Дамы и господа, рад вам представить голкипера юниора из Кургана, Никиту Арютина. Отличный матч сейчас провел, на моих глазах. Тем не менее, удивительно было сейчас у него узнать. Персезонку ты проходил в сибирских снайперах, потом было Динамо, Санкт-Петербург. Да, я две игры сыграл. Но честно вам скажу, новосибирские в Питере просто не разъедели талант Никиты. Это мое личное мнение. Сейчас, без шуток, отличный матч. Все, что Никита мог взять, он, в принципе, взял. А вернемся чуть-чуть назад. Насколько я понимаю, это уфимский воспитанник, да, в том году был сменщиком Андрея Василевского в Толпале. Да. Как Андрей уже ушал, там уже появились другие вратарии, другие конкуренты. Там Данила Романов неплохо себя проявил, так сказать, меня подлинал. И он стал первым. Понятно. Ну, в Уфе в последнее время вратарии растут, как грибы после дождя. А? В последнее время в Уфе вратарии растут, как грибы после дождя. Не находишь? У нас хороший тренер по вратарям Андрей Василевский. То есть он так много вкладывает, да? Да, я в хорошую школу. Рамиль Маратович тоже там присутствовал. Ага. Хорошо, не сложилось там. Как тебе в Пургане? Нравится? Да, все отлично у нас. Тяжело сначала, ближе, ну как, ближе, ну как, ближе, там надо. Новый клуб. Большие задачи у нас попасть. Не опуститься на нижнюю планку нам на задачу. Надо выигрывать, не боится. Но судя по той игре, которую я сегодня увидел, так вроде ты обжился и чувствуется доверие партнеров есть. Первые матчи были мне тяжело. Новые команды все-таки. Я практически второй день уже играл. Ага. Здесь я играл. В последующие там 3-4 игры я уже окрепно немножко начал получаться все. Ну получается, ты несколько клубов уже видел в Молодежной Риге. Как тебе отношение к делу именно здесь, в Пургане? В смысле? Ну, ты побывал в Сибирских снайперах, в Толпаре, в Динамо-Санкт-Петербург. Что-то вот есть тут в Пургане? Нет, что-то есть в Пургане такое, ну видно, что там серьезные отношения и что-то типа того. К делу, вообще в команде, отношения к делу в команде вообще. Могу понять вопрос просто. Ну, как бы тебе попроще-то сказать. Какие тут у нас задачи, что ли? Нет, задачи, понятно, задачи побеждать как можно чаще. В этом сезоне, чтобы какую-то планку задрать на следующий год, чтобы уже это понятно. Вообще отношение к делу имеется в виду? А, в хоккею? В хоккею, да. Я все понял. Повторяюсь, тут задачи новые. МХЛ пришел. Ах. Все тяжело. Стараются ребята там. Как стоять? Ага. Понял. А болельщикам как? Нравятся здесь? Да, верят в нас. Все больше и больше приходят. Последние как матчи мы начали дома выигрывать. Уже больше приходят. Ага. Ты, наверное, в Уфе видел столько же болельщиков, а в Новосибирске и в Питере, наверное, такого нет, да? Народа? Нет, там, конечно, больше развит. Хоккея, они больше ходят. И в хоккею. Больше. Хотелось спросить, вот специфика дворца такая, что команда на перерывы, перед матчем, после матча уходит через трибуны. Как тебе вот это вот, стоящие пацаны, которые руки тянут, там, к луминиру хотят прикоснуться, нравится? Конечно. Болельщикам нравится же, дети все-таки. Охота побывать на место нашего. Угу. Охота им играть в хоккей. Если тебе руку тянут, ты отвечаешь? Конечно. Обязательно, да? А вообще, длинный путь такой идет. А бывает настроение не очень, как сегодня, вот ты выходил. Да нет, это все-таки болельщик, они верят в нас. Я всегда рад, что они приходят и отвечают. То есть, если руку тянут, как? Да, конечно. Даже если настроение плохое. Да. Понятно. Спасибо, Никит. Удачи.